Украинский неизвестный блог представляет серии Hitman в новом эпизодическом формате, но с прежней игровой механикой. Удивительное дело, за долгие 16 лет, что прошлись даты релиза самого первого Hitman, никто так и не решился не только предзойти, но даже просто повторить его механику за одним и единственным исключением. Из-за этого игры серии Hitman были и остаются уникальными, не имеющими аналогов в мире. Разработав собственную, ни на что не похожую механику, в начале The IO Interactive на протяжении первых четырех игр серии отточивали ее до блеска, достигнув в 2006 году идеала. Большинство поклонников серии на сих пор считают Блатмане лучшим, что случалось с франчайзом. Если хорошо поискать, то все же можно найти игру с механикой, похожей на Hitman. Это отечественная смерть шпионом. Идея у этого проекта была интересной, но вот реализация подкачала. А вот с пятой частью, вышедшей спустя шесть лет, все не так однозначно. Новые издатели Square Enix начали срочно реанимировать старые франшизы Ibis. И Hitman стал исключением. Однако очередная игра серии под названием Эпселушен оказалась не похожей на предыдущие. Вместо набора практически никак не связанных между собой заданий нас ждало чуть ли не приключения, где отдельные миссии с конкретной целью перемежались линейными уровнями, напоминающими линейные коридоры. Такой Hitman не понравился преданным фанатам Агента 47. И они хотели возвращения к концепции Blood Money. К счастью, издатели с разработчиками вовремя спохватились. И уже к шестой части Hitman избавился от нововведений Эпселушен, словно вернувшись к истокам. Но перед непосредственной рецензией на новые задания 47-го мы должны сделать одно важное замечание. Несмотря на всю критику и наше недовольство отдельными элементами игры Hitman 2016 года, это очень качественный проект, который оказался новой интересной историей из мира бесшумных убийств. Всем, кому в свое время пришлись по душе ранее части серии, ознакомиться с новым Hitman стоит в обязательном порядке. Даже премировочные миссии в новом Hitman выполнены отлично, не сравнить с линейным обучением в Blood Money. Они предполагают множество способов красивого устранения целей и ощущаются ничуть не хуже остальных. Пожалуй, главное нововведение игры — это переход на сериальный формат с выходом очередного эпизода раз в несколько месяцев. Мы, конечно, можем поговорить на тему актуальности такого подхода, но делать этого не будем, ведь теперь все желающие могут приобрести весь первый сезон в дисковом варианте. Собственно, мы и рассмотрим его как новую часть серии. Итак, что мы имеем? Шесть миссий, не считая тренировочных, объединенных общим сюжетом, в каждой из которых нас ждет множество способов изящно устранить цель. Знакомо, не правда ли? Тут стоит отметить, что за прошедшие годы концепции классического Hitman ни капли не устарело, убивать зажравшихся подонков, нечестных адвокатов и мафиозных боссов все еще интересно. В 2006 году казалось, что IO Interactive нашли идеальную формулу механики своего самого главного проекта, и сегодня мы можем констатировать, что она прошла проверку временем. Игра никогда не становится излишне простой, но, в то же время, не спотыбается в дикий хардкар. Если никуда не торопиться и подумать, то любую миссию можно пройти безупречно с первого же раза. Художественная сторона игры на высоте, причем миссии получились не только красивыми, но и разнообразными. Париж, Бангкок, Паларадо, Хоккайдо. Как и прежде, 47-му предстоит объездить полмира. К тому же разработчики вели в новый Hitman так называемые возможности, детальные подсказки по проникновению в недоступные для посторонней зоны и красивому уничтожению цели. Приодеться в музыканта и проникнуть на закрытую репетицию, притвориться поваром и подать суши, заправленные ядом рыбы фугу. Одеться как местный ловелас, заманить заказанную женщину в интимную обстановку и задушить. Все это осуществляется теперь куда проще, чем раньше. Если в предыдущих играх серии искать способы преодоления охраны приходилось самостоятельно, то теперь нас ведут чуть ли не за ручку. Да, проходить Hitman стало проще, но при этом различных способов бесшумно устранить цель стало чуть ли не больше, чем в Black Money. А для тех, кто жаждет хардкора, есть целый ряд испытаний, в которых нам предлагают пройти миссию с определенным условием, например, вообще ни разу не переодеваясь. Словом, за больными должны остаться как новички, так и ветераны серии. Миссия в Хоккайдо с убийством прикованного к постели пациента и использованием ядра рыбы фугу вызовет чувство дежаве у всех, кто проходил Hitman 2 Silent Assassin. Впрочем, последний может не понравиться сюжет нового Hitman. Его главная проблема заключается в самоповторах. Такое ощущение, что сценаристы уверены, что мы не проходили или давно забыли первые части серии. Неужели так сложно было придумать что-то новое? Можно, конечно, сказать, что сценарий никогда не был сильной стороной Hitman. Но у нас есть миссия, связанная с самым главным местным греймплеем. После полного прохождения игры возникает ощущение, что разработчики из IO Interactive просто не желают экспериментировать. Все представленные в проекте миссии можно охарактеризовать как стандартно хорошие, без видимых недостатков, но в то же время и без чего-то экстраординарного. А ведь раньше датчане умели удивлять. Встреча с другими киллерами, в том числе и собственными братьями по пробирке, настоящие финальные бойми. Одна из которых разворачивалась на собственных похоронах вечеринка, стилизованная подрае и арт-миссия в Белом доме. Ничего подобного в новом Hitman мне даже близко. Да, смелые решения и задумки порой прибавили к не самым интересным заданиям, но именно в экспериментах рождалось то, чем и запомнились ранее части серии. А в игре 2016 года все миссии словно выполнены, словно по учебнику, качественно, но без изюминки. В контексте возрождения серии это, конечно, неплохо, но все же хотелось чего-то большего, чем просто громадного повторения старого. Но это уже пожелание на второй сезон. Новый Hitman оказался достойным возвращением к концепции непредзаеденного Blood Money. Ветераны серии смахнут слезу ностальги и вспомнят было, а новички смогут ознакомиться с механикой классического Hitman, причем в современной обертке. Да, игра получилась не безупречной, но и в таком виде она способна доставить немало удовольствия всем, кто уже успел соскучиться по полноценным стилсекшенам. Источник HTTPS Games Mail Ру PC Articles Review Hitman 2016 By AlexShakesMail.ru From равно лист обзор Hitman 2016 Игры мейл Ру Алекс Ермолаев 13 февраля 2017 Есть вопросы? Звоните Плюс 38 097 920 85 23 Либо заходите на сайт UAB At We. До встречи в следующей презентации. Игры мейл 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 Игры мейл